всем приветики новый влог я сегодня такая говорю себе танечка просто отдохни просто ничего не записывай хотя бы один день и вы знаете у меня это получилось получилось но не весь день практически везде ничего не записывала не было не брала камеру в руки потому что на самом деле была очень насыщенная мне сегодня программа я съездила на работу потом поехала в зал на тренировку и короче после тренировки поехала на шиномонтажку переобула машину вот зашла в магазин набрала там всяко-разно но в основном коту форм мягкий у него закончился и кстати хотела вам как бы на заметочку может обратили внимание кто покупал корм мягкий кто покупает раньше были упаковки по 85 грамм а сегодня по 75 грамм смотрю они по 75 это к беру на ощупь они такие по 75 грамм это косметику цена короче по акции 20 рублей феликс я беру но любит он любит он я другие брала ему он не ест выкапывает это все закапывает вы блевает да ну как бы любит он этот феликс вот ну если есть слава богу он неприхотлив вы знаете у него шерсть очень замечательно никакой линьки все замечательно вот реакция на этот корм у него в руку во всяком случае на тот который был раньше я брала я знала себя что 85 грамм сегодня смотрю такой на упаковку 75 грамм и соседняя витрина тут же в этом же магазине в этом магнит косметик себя брала верхняя полка и там короче этот корм старый и еще этот но у него смотрю сургодности до 24 года по 85 грамм а все новинки все новые упаковки они по 75 грамм цена тоже вот да чтобы типа ценник не менять они на 10 грамм урезали рацион нашим малышам да вот и скажи вот почему животные виноваты в том что вот не знаю не как работать пойдут ну да 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 это же люди делают люди надо зарплату платить ладно я просто немножко размещалась магазине такая тоже там но внутри сама собой и конечно же купила ему две большие такие вот коробки огромные полностью вот ну 50 пачек машине оставила завтра поеду домой маме и отвезу корм еще купила это сухого корма ему пурину тоже короче снабжаю вот что хотела сказать пришла из тренировки голодненькая кстати у меня сейчас вес вот регулярно хожу в зал вес прям вообще зафиксировала на одной цифре вот 61 и вот как бы я ем вы видите да сколько мы кушаем я вам сейчас ничего не стала показывать свой ужин сегодня свой обед меня на обед была гречка с сосиской и салатом свежие овощи резала у нас огурцы помидоры там это зелень вот и как бы и орешки целый день в течение дня перекусываю я не поправляюсь вот хоть ты убей не поправляюсь вот зафиксировалась цифра на одном вот сейчас в положении 61 утром конечно меньше да в утром все естественно просыпаемся вот но я хочу сказать что у меня было чуть больше не стесняюсь и сейчас уже мышца прям так мышца мышца мышцы начали расти я прям кайфую от этого в общем что жду я днем ходила на тренировку у меня получилось раньше с работы освободиться любимый сейчас пошел на тренировку в общем это тоже стал ходить периодически зал вот занимается тоже набирает массу такой говорит но я поздравил он да он здоровеет это как-то так я просто еще делаю упор на больше белка а он есть прям вот ну как без без это без разбора нам худенький ему можно он у меня худенький показывал не худенький ну как худенький крепче чем я конечно же намного но для мужской комплекции он стройный не худенький не не тащал его не худощавый нормальный но в принципе мышечная масса ему лишнее не будет вот но он сейчас как раз этим занимается там руки включает в бассейн плавает вот все дела пошел на тренировку а я такая сидя думаю чего готовить на ужин у нас эти орехи там до гречка и короче давай пиццу закажем пиццу я говорю не надо мне у меня сейчас так все классно какая пицца все замечательно вес мой стабилизировался все я прям я не нарадуюсь я ем спокойно не это никуда не в плюс не идет никак не колышется это деление на весах вот он не раздрать раздраконил я короче теперь хожу вот это вот он уехал я такая хожу на блин сначала так смущать пиццу пиццу дай мука и мне вот а мне на ночь вот это вот сейчас уже как бы минуточку 8 часов вечера это как купить и вообще не потому что не кайф мне пиццу кайфа потому что вот она на ночь да как бы это уже восемь часов вечера заказала пиццу вот сижу жду пиццу сейчас до пиццу привезут фу вот он говорит говорит по утрам говорит похоже на вот этого вот воробушка такая же говорит лохматая и заспанная вам видно короче этот в это в режиме жду нового года как обычно для настроения но нам не ждала самом деле висит эта гирлянда я вот не знаю я даже заметила вот соседних окон да вот тоже там с окна наблюдаю за соседями в многоэтажках это очень легко делать и у многих вообще с даже летом они не снимали вообще круглогодично там эти гирлянды на на окнах висят мне тоже нравится и вообще тоже кудем ли такую вот ну может классическую какую-то штору повесить как вечером включаешь вместо основного света да если не как эти тоже ночники вот эти там до лампы торшеры то в принципе это самый такой оптимальный вариант который мне кажется впишется в любой интерьер тоже но заказывала там себе не знаю ждать его не открывать коробки или он говорит поешь чего ты говорит поешь чтобы нам потом не на ночь просто в любом случае буду пробовать смотреть буду что ли запахи не с ума следует вот на завтра куча делал на этой неделе куча работы будет много клиентов будет много записи поэтому буду снимать вообще мало и поэтому даже не знаю когда я буду монтировать вам этот влог вот а вот предыдущий влог девочки да там было очень много покупок вообще так сложилось так стечение обстоятельства сложились что могут и покупали это это вот но тот влог я вот тот который вы уже смотрите его монтировала прикиньте короче позавчера до записала вчера я вас утра села монтировала поставила на рендер рендер это обработка в программе видео называется рендер она уже когда ты все склеила эти видосики начинается обработка шесть часов она на старом ноутбуке у меня обрабатывалась шесть часов шесть половиной даже там 637 в конце я подхожу уже такая уже смотрю ну там же я там свои дела поделала и просто и вернулась домой смотрю думаю сейчас вот 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 короче загружу его смотрю нет в компьютере недостаточно места не хватает памяти я уставлю снова на загрузку еще шесть часов на тоже на ночь его поставила это психовала вообще не бесилась думай вами утром она уже смонтировалась я поставила на загрузку и поехала на работу потому что youtube она тоже очень долго загружается все это как-то все медленно с этим старым ноутбуками не дает мне прям все вымораживает надо сюда ввести компьютер но что-то я пока думаю ввести его сюда или нет на самом деле будет тоже как-то тесновато здесь лишняя техника лишние тумбы столы может нет не знаю я пока думаю надо перевозить это полностью все 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 это стол кресло компьютерное ну как бы зачем мне тогда компьютер стола без кресла надо компьютер и кресло все перевозить здесь как бы свободного такого квадратного три метра четыре тоже особо не особо надо может быть подвинуть немножко потеснить вот такие у нас тоже есть задумки чем поговорила с вами все рассказала видите вот так вот тоже могу бывает выхватываю этот кусочки просто думала чуть поделать полежать просто посмотреть на ютубе я этот тнт буду смотреть подписано и там бывают какие-то новинки вы вылетают я прям отдыхаю с ними разгружается мозг от всей этой рутины которые в течение дня варится в голове кстати девочки кто-то нам из вас советовал посмотреть фильм фильм варвар называется я забыла или мария или елена девочки варвар запомните это фильм который просто он не оставит равнодушным никого это какой-то я не знаю вот не будут заранее говорить что не спалерить да не будем но фильм реально вот стоит посмотреть хотя бы потому что он вот так нет позвонил сказал что бассейн идет спросил когда пиццу привезут нормально еще это еще он пока туда-сюда и не там минут 30-40 точно будет ехать не знаю ждать или не ждать не буду ждать попробуем сама пицца с вами будем пробовать так прикольно сейчас принес мне пиццу курьер короче темнокожий парень афро мэн такой прямо это с харизмой такой доставка пиццы это у вас держите это для вас хорошего вечера затем как в анапе такие вот таким легким акцентом так прикольно так в общем наша вкусняшка что тут у нас какие-то еще афиша бесплатный билет на любой потом в общем пицца 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 мы мы я заказала две пиццы это у нас blue cheese с грибами каждой пиццы дают еще вот эти вот соусы тоже смотрите брендированный тоже папа джонс короче ты в инстаграм выложу stories поделюсь ссылочками пиццу заказываем там уже не первый раз вообще еще перчик маринованный какой-то контроль качество blue cheese чтобы она не остывала сразу чувствуется что горяченько хоть обратите внимание тесто такое я выбираю всегда не тонкая а вот попышнее но не такой вот мягенькая вкуснячая блин мышь не поправляемся нам можно и вторая пицца уже везде эти бирки так а это я новинка тоже это какой-то бургер супер бургер это короче новинки мы прошлый раз заказывали другие пиццы и их не было вот этих это супер бургер чиз вообще а супер чизбургер вот супер чизбургеры но почти угадала в общем тоже на толстом стесте это пицца 23 сантиметра в общем две пиццы обошлись в тысячу рублей 998 рублей ну почему бы и не да иногда сейчас придет любимым будем смотреть и ножку какую-нибудь в общем к слову о том как я ем пиццу ну конечно же вот эти вот корочки я не доедаю сразу оставляю на потом сначала мы едим серединку до корочки потом вот доедаем можно кстати их в этот же соус помогать в общем я его даже не открывала этот соус потому что пицца и так вообще космическая девочки я в инстаграме поделюсь вряд ли вы уже увидите это папа джонс так и набираешь просто в ростове ну если у вас там есть папа джонс то я рекомендую однозначно попробовать и они молодцы вот прям реально вот это вот чизбургер дать чизбургер чизбургер господи заговариваясь очень не дождалась я своего любимого это искусила меня пицца своими ароматами искусительница и я вот уже пол пиццы этой да и вот это вот все вот все в одно свое вот лицо вмяло вот ну что ж поделать в четверг иду на тренировку поэтому буду отрабатывать новый день доброе утро погодка шевчет 4 градуса за бортом и я утеплилась еду на работу стою вот на светофоре думаю с вами поболтаю немного конечно переобули мы резинку резинку считаю так сильно ласково переобули резину блин и зимнюю я еще в моменте с ними с этими мастерами поругалась потому что они у меня на дисках короче эти хомуты знаете ой на дисках колпаки колпаки я цепляю так чтобы еще хомуты крепились никогда в жизни у меня деньги не брали за то чтобы прикрепить хомуты брали деньги за сами хомуты но я хомуты купила какая важная информация это скажет я просто нет я еду сейчас и возмущаюсь в голове такая думаю блин вот что делать ругаться или не ругаться вот не знаю и вчера они нам переобули 1400 взяли за переобувку и за хомуты за то что мои они хомуты мои хомуты они на деле они взяли 100 рублей бог с ним хорошо нигде не берут вообще за это деньги но это я улюбилась такая говорю я что это ну никакого чека никакого прескуранта у них нет вообще я такая думаю ладно вообще попросила еще попросила у меня в комплекте лежали белые зеленые хомуты упаковка и фикс прайс покупала конечно такой дурацкий цвет зеленый я говорю еще на дети пожалуйста мне белые хомуты надевают зеленые я три раза повторила говорю вот вот не перепутать и говорю вот они здесь длинненькие таки именно деле зеленые я прихожу мы пошли пока не переобували пошли в магазин же прихожу надели белые хомуты короче и я говорю переделайте пожалуйста переделали в общем сегодня выхожу выхожу такая уже сажу садиться в машину на работу ехать у меня колеса лежат на дисках колеса лежат на дисках я все у меня прям это аж так выбесило мне ехать на работу а мы резину зимнюю еще не отвезли в гараж и она у меня болтается сзади вот колеса короче чтобы у меня сзади вот эта резина влезла мы там все под оставались багажника и перекинули в машину моего любимого в том числе и компрессор получается я без компрессора до шиномонтажки доехать не могу до этой же хотя бы даже она кстати не до неподалеку от нашего дома к счастью или не к несчастью короче звоню ему чтобы он приехал он бросает все работу другого конца города едет ко мне чтобы меня накачать короче в общем полдня потерянного времени вот из-за того что что-то там сделали они мне кажется они как будто со зла это сделали сейчас ехать ругаться да они мне говорю резина хорошая они говорят резина отличная но резина реально отличная отличная это мой любимый отдал свою резину свою резину он ее покупал и год отъездил на ней потом продал машину и она у него нулевая вообще годовалая сезон там вообще они не это ни царапинки ничего нету она в гараже у него лежала вот она она не могла никак вообще спустить сама по себе такое ощущение что мне сделали что-то на зло как будто вот да вот я повторила там три раза что сделайте мне пожалуйста вот и белые хомуты не специально сделал сделали зеленые и забрали еще на сотку больше такое ощущение что вот как-то это и и мы могли не пиля не до затянуть тоже еду возмущаюсь ты куда летишь я вообще сумасшедший человек просто здесь трамвайные пути вот так вот я еду никого не трогаю у меня главное он вылетает со встречки через трамвайку и это прям чуть не в бок не влетел до 2 день вот езжу да и обращаю внимание что народ с ума сходится реально народ с ума сходит вот так проезжаем мимо церкви не знаю будет вам бильный или нет я люблю эту церковь хожу сюда иногда очень люблю такое узнать вместо вот и нам вот но у нас много церкви просто это именно почему-то не там душу и отдыхаю помыли машинку наконец-то наверное больше месяца не были машину честно сказать я уже думала что в следующем году по моему девоньки это капец я в шоке короче я сейчас захожу читаю комментарии и это буря всплеск вообще я не знаю это просто тех эмоций которые меня сейчас переполняют но я детальнее прочитала еще раз так детальнее честно сказать мне нету времени на вот эти детальные там расследования но спасибо вам я взяла тоже на заметочку мысль о том что это может быть кто-то из бывших не исключено потому что были такие на самом деле прецеденты в наших отношениях в начале написывали до бывшие там его и я даже в моменте в каком-то подумала что я как будто бы кого-то у кого-то увела хотя на самом деле нет мы очень долго дружили очень встречались мы давно как бы знали друг друга вообще и потом как-то стали все больше и больше общаться и я никого ни у кого не уводила но была там одна особа потом еще одна которая тоже все никак не могла понять что у человека уже отношения вот и может быть это кто-то из них а так мы даже узнаете я почитала ваши комментарии думаю если кто-то из моих допустим да там кто-то там допустим бывших но это точно не мужской почерк кто бы нормальный мужик сказал что у нее ногти некрасивые девочки это ржать да и только да или это сравнить сидит какой-то дмитрий митрофаныч такой и такой это мемом газель проезжает у меня паника боже не зацепил это же мама мою тоже это зацепила газель вот так вот тоже на резко тут поворачиваю но не тут другом месте сейчас ты сижу просто в очереди жду не нужно колесо от что-то там очень спускает приехал любимый подкачал мне колесом и поехали заехали пообедали после моей работы я поработала поехала все сделала поехали встретились на обед пообедали и короче заехали на мойку вот и все он дальше поехал на работу я поехала что-то или в диск рифтовать сейчас что-то там будут мне или прокатывать его или в общем балансировать нет не балансировать балансировали это когда мы на монтаж делали в общем этот стою в очереди пока жду поэтому мне свободные несколько минут я хочу вам высказаться короче чувак да такой сидит дмитрий митрофаныч такой сидит такой мозг у этого типа у ее как у рыбки боженьки это так смешно как минимум просто такой да ну какой нормальный мужик сравнить там да как это я могу сказать так типа ой у тебя мозг как у рыбки это я вот своим тогда вот голосом даже я это слышу что это женский голос мне просто озвучка вот этого комментария внутри идет вот реально какой-то девочки да реально девочки девушки может быть но женщины такой тоже недалекая развитой и там же в комментарии пишет что мол моя жена смотрит так и что мешаешь ей что ты лезешь вообще но есть такова суть на самом деле там хотя бы где-то была бы да даже если ты вообще писала этот комментарий ты как ты писала что моя жена смотрит то есть там человек получает удовольствие наслаждаются моим каналом просмотром да а ты такой там в лес ой у нее ногти не такие она такая не такая 39 не 36 ауууу 36 36 повторяю не 39 и для своих 36 выгляжу я на минуточку нормально я знаете ли слежу и вижу себя в зеркале и сравниваю с другими и трезво оцениваю есть и лучше но знаете там уже конечно наверное не без рук пластики косметологии ну и редкие исключения есть девчонки кого кто генетически тоже от природы очень даже неплохо выглядит но я выгляжу наверное нормально не хуже многих и также лучше многих поэтому тут нормальный мужик да если он не импотент если это не гей да ничего не имею против тоже но тут же говорится что он как бы гитеросексуал да он у него там жена вообще короче я даже не буду никак комментировать этот комментарий пока удалять не буду я просто хочу посмотреть интересно что напишите вы девочки какое у вас сложилось впечатление вот об этом человеке но если будут повторяться эти претенденты да вот на моем канале то я наверное все таки заблокирую такого персонажа нам такие не нужны негативчики да вот и что хотела сказать в общем а еще почему я туда не вставляю своих комментариев девочки не почему не потому что а потому что даже одно мое сердечко на комментарий я захожу через творческую студию это совершенно другое приложение не то через которое вы смотрите мои видео я захожу через творческую студию если я поставлю хоть одно сердечко то она автоматически и так этот комментарий улетает туда уже только туда в ту что приложение через которое смотрите вы то есть я его уже у себя не увижу в ленте комментариев мне надо будет его зайти туда вот через обычное приложение youtube искать там каждый раз мне это немножко ну сложно то что сложно это работа это двойная работа для меня слова работа какая-то лишняя дополнительно это уже нелегкая такой не кайф поэтому я ничего не комментирую я вот здесь вот сейчас оставила свой комментарий ну как бы посмеялась тоже до истерики пока обедали я своему показала он просто ржал валялся говорит ну да горнин это тёлка и тёлка тёлка девушка писала вообще это я тёлка я тёлка я он так не говорит да и даже если бы сказал это наше право вообще девочки мальчики вы смотрите вы кайфуете вы отдыхаете это канал развлечения а не юриспруденции своих надлежащих инстанциях местах я разговариваю совершенно иным образом почему я тут должна перед кем-то отчитываться там или еще что-то как-то себя вести если юридический канал открою я буду там по-другому разговаривать или опять же это мое право и мое дело как я буду разговаривать ё-моё не за это не копеечки не рубля никто не платит и при том что сейчас на сегодняшний день вообще на канале на youtube вообще нам отключили монетизацию я просто потому что хочу нормального общения коннекта с вами вот этой вот гармонии взаимности опять это газель она обратно выезжает смотрите он такой меня это прям это короче трожать его высаживает если вы не знаете некоторых слов если у вас в вашем районе деревне селе городе не употребляют какие-то фраз или слов которые использую я это мои проблемы это не мои проблемы это блин мне так удобно да может быть некоторые слова я сама немножко перефразирую но говорю по-своему но это не искажает сути вещей сути дела поэтому в принципе логический смысл те кто хотят они улавливают моих мыслей и не знаю никого я никогда не оскорбляла не задевала но как мне кажется а вот тут такое блин я не знаю не так говорит не так не так как то не так а кто не так как ты как твоя мама как твоя бабушка так как то как я кто должно говорить до рассмотреть тех кто говорит так как надо зачем меня смотреть я вообще не понимаю просто мне взрыв какой-то эмоциональный зачем меня ты смотришь если я не так говорю я буду говорить так как я говорю говорить так как я либо ты не так говоришь думай так как я либо ты не так как я и значит ты неправильный а я правильная ты меня смотришь изо дня в день мои влоги там студируешь вот я не знаю кто девочки это не конкретно кому-то вот я просто к тем кто меня вот приходит в обосрать зачем вы смотрите меня тогда зачем я не знаю что прийти обосрать странно какая-то вообще политика не знаю логика это куча свободного времени это настолько нечего заняться настолько нету своей жизни что ты приходишь до заходе видос сейчас я прям у хорошенечко и и а вот тут она упорола что-то ой вот так вот сказала я иногда тоже монтирую я думаю блин и вырезать это все все меня любите такой какая есть иногда тоже так кажется думаю сейчас все вырезать у меня просто уже терпения не хватит я стараюсь по быстренькому вам сняла то что я уже потом такая думаем все шлепну как есть выложу там кто надо поймут большинство понимают и смотрят меня что я имела ввиду и где там оговорилась или не так сказала слова вот поэтому вот это вот прекращайте . где вы ее так что я потеряла секундочку нашла это не я разнервничать блин что-то меня продуло что ли где-то я не пойму и целый день у меня чихаю и у меня сопли прямо это ручьем я уже не знаю что делать чихаю сопли на аллергии то точно нет уже там сейчас снег выпадет скоро со дня на день обещает прогноз вот если все будет по прогнозу надеюсь не будет честно у нас еще травка лежит еще листочки еще не все посыпались деревьев так еще прекрасненько правда четыре градуса тепла так вот зачем смотреть и держи вы это крик души свою не знаю внутри или там поделись своей женой что какая ты у меня прекрасная но все же тупая да и смотришь таких вот бездарных девиц что 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 ты ищешь в этом и она такая да чтобы ну к примеру это у меня разыгралась уже такая ролевая игра да и она такая чтобы ему это потакать да какая она замечательная допустим к примеру он когда-да-да вот ты прав вот ты прав больше не буду а сама такая втихаря такая новый влог новый влог а я опять это услышал ты опять нашу танюшу смотришь как ты посмела эту тупую курицу смотреть а потом такое третье четвертое видео подряд смотрит не такая шина и тупая были на вот это молодец молодец сказала так сказала короче сегодня не знаю на какой на бодрячке пью кофеечек и на позитиве на самом деле просто я какого хрена ничего не это дай бог тебе здоровья и ума человек который написал этого комментарии да и счастье счастье любви столько было там комментария по поводу секса до секса тебе потому что счастливый нас удовлетворенный человека он не будет вообще подобное даже не знает думать не то чтобы даже писать все я высказалась надеюсь никого ничем не обидела девочки надеюсь никого не задела поэтому постараюсь еще переслушать во время монтажа лишнее конечно же вырежу наверно то мало ли муж этом кому-то что-то это нахамила и правда мне еще найдут кислоты выльют в мое некрасивое лицо и так и без того некрасивое лицо мою итог без того некрасивую внешность да такой вот жизнь она интересненькая да и нормально все работаем дальше двигаемся у моя очередь что ли подошла здесь что-то открыли закрыли так это доброе если мышечка пришла смотрите кто у нас тут это новый день доброе утро ну в общем на самом деле сейчас не совсем утро уже хотя сколько там времени глянем 1049 1049 да еще можно сказать что утро в общем я проснулась сейчас мы будем застилать кровать я проснулась на часов 8 попила кофе свой съела один этот чокопай и сделала себе льняную кашу почему я уже позавтракала сделала все свои утрешние дела и потом решила еще поваляться немного в постели в никитах не хотелось ничего делать надо было немножко прийти в себя я полежала посмотрела видосики на youtube вот и как-то таким образом немножко раскачалась вдохновилась а кое-кто не хочет вставать чего-то ты на кого намекаешь да в общем ребенок счастлив мама дома ребенок рядом он уже не знает где лежать он уже лежал и тут и на подоконнике у него постилка я вам показывала когда-то да наверно вы помните это мама моя вяжет вот такие вот коврики когда и нечего делать для нее как мозаика какая-то в общем это ее хобби он здесь любит тоже чилить кстати у нас посмотрите какой вид за окном через москитную сетку не очень хорошо видно но все же там видно что еще зелень имеется до травка у нас еще зелененькая лежит листья вот и у нас был вчера целый день дождь там не обращайте внимание у нас некоторые ремонтные сейчас задумки процессы идут у мамы в доме поэтому немножко тут такие вот всякие там нагромождения а это кстати мама капусту уже посолила в банках стоит во дворе на холоде в общем погода немножко такая уныленькая хотя уже даже выглядывала солнце в моменте пути будем мы зевнули я еще не переоделась я хожу в пижаме я ее очень люблю на такая супер мягкая bad i love you да это так и есть кроватка я тебя очень люблю у меня везде мои вещи 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 короче на стульях на кресле на медведях в общем как-то не знаю наверное думаю так у всех но я планирую сейчас уже я раскачалась вдохновилась и планирую уже наводить порядочек вчера я по протирала пыль вечером на всех поверхностях здесь здесь на первом этаже тоже а сегодня я хочу сделать небольшую уборку уже пылесосом и помоем полы до ребеночек ты не против вы знаете я же фанат уборки фанат стерильности и чистоты вот и у меня там еще скопилось кое-какая стирка поэтому я сейчас закину стирку но из-за погоды конечно не послушаю во дворе но у меня есть сушилка я и буду сушить стирку на кухне потом как раз надо стирает и я уже по убираю все и буду возвешивать сегодня у меня в принципе никого нет на запись на ногти сегодня у меня такие чисто домашние дела заботы по плану и я еще буду готовить кушать здесь тоже а вчера у меня был рабочий трудодень я целый день пилила ногти здесь вот прям самого утра у меня была плотная запись до вечера я освободилась уже наверно около десяти вечера и в перерывах я успела сделать себе ногти вам сейчас покажу что у меня на руках вот смотрите я убрала длину потому что вы может быть кто-то помнит кто-то не смотрел в прошлом блоге я сломала ноготь на этой руке вот этот вот средний ноготь я вам говорила под самое прям вот не хочу под самое прям аж мясо было очень неприятно болезненно он сначала болтался а потом в момент короче он прям и отлетел вот я все родка уже понимала что я с этим жить не могу надо что-то делать я сделал вот такой вот он розоватый этот какой-то легкий такой-то и дать сделала из нескольких цветов вот на белый молочный прицел не срабатывает чем какие-то там еще у меня мраморные прожилки остались вот и такой вот сделала их покороче мне во всяком случае удобнее их убирать конечно же как всегда я кутикул беспощадно свою режу ну принципе у меня очень быстро заживляемость и это появилась она ничем не кого выковыривать не грязь пунктами не подумайте это вот просто какой-то пигмент который он просто въелся в ноготь может быть это после окрашивания волос может быть еще что то я не знаю даже вот в общем мы сегодня на домашнем сынок будет мне помогать убирать морда счастливая довольная да ребеночек мой он уже тоже покушал это по-моему даже заметно по животику вот он такой знаете сегодня кушал кушал короче стоит возле миски полная миска корма была он такой стоит возле миски поел и там еще на дне осталось он сидит и смотрит тупо на миску смотрит и смотрит и такая прям думаю ты чё смотришь типа типа я вроде поел вроде на елся надоедать или оставить если бы я его не отогнала он бы наверно так и ел бы до до талого до до талого и пусть что через силу что уже не лезет но все равно сожру все до скушаем ущаты мы ущаты полощаты вы какой у него мягких мех шорстка вообще просто великолепнейшая вот это вот пурина сухой корм это самое вот для здоровой шерсти и кожи ему больше всего под что это за дела что это за где ваш малетон что это такое и не разрешаю вот это делать в доме да и вообще что такое мы тебе делали уже капельки от бложек но он же мне во дворе иногда тоже гуляет все я приступаю к уборке девочки вот это сейчас вообще не реклама просто вот говорю как есть сегодня я еще была записана на эпиляцию лазерную к своему мастеру прошло три недели с момента последней эпиляции волосы меня отрастал я их не брила не брила не трогала короче ничего волосы меня медленно растет в общем и мы записались волос отрос позавчера прям вот было вот пучками их прям много после она мне так и сказала говорит будут медленно расти но ты их не трогай пусть они отрастут и они сами высыпятся позавчера я записалась на эпиляцию на сегодня а вчера вот они как полностью вылезли вчера я такая вечером целый день это работала до вечером такая уже перед сном ложусь спать снимаю с себя штаны и смотрю вуаля кожа гладкая нет ни одного волоска я вот вам серьезно это не реклама девочки это дело ваше сугубо каждого лично вот на месте и дал где у меня татуировка на ноге нужно с запасом на сантиметр диодом отступать вот здесь вот вы видите да наглядно имеются волоски вот и на той татуировки тоже нельзя проходить лазером до диодом этим лазерным диодным лазером господи перепутала с утра но с ним не полностью загрузился в общем вот здесь у меня видите такое где есть волоски они еще не высыпались или здесь вот галя моя мастер она не проходила нагреть я старалась сантиметр вокруг татуировки не проходить лазером а все остальное я ничего не трогала но сама сыплась я сегодня такая звоню с утра говорю галя волос куда-то делись нету вот говорю только на коленках еще немножко вот вот это за три недели девочки правда реально серьезно говорю вот эпиляция салоне электро это другой кайф совершенно это дорогое удовольствие это тоже навсегда но диодная это вот вот не знаю тоже это классно я не знаю насколько долгосрочно мне хватит эта процедура да ну вот тоже бедра куда-то они тут совсем редко редко участке вот видите вот волоски есть где есть волоски очень мало их надо вот искать вот они повысыпались они повысыпались за вчерашний день прям резкая и наш понимаю что ну как бы перед эпиляцией нужно их побрить вот есть волосок по моему лета а это царапина передавляться их надо брить ноги а мне нечего брить поэтому я позвонил она говорит давай недели через две как они опять снова 2 вот порция их вылезет если вылезу данным как бы у каждого индивидуально вот кому-то две процедуры кому-то 5 процедур достаточно для того чтобы они полностью вылезли на подмышках у меня вообще сейчас две волосины или три еле заметные там наверное даже полмиллиметра их даже эпилятор не поймает я даже их не буду не брить они меня совершенно не смущают их даже ну я так приглядела там чуть ли там не знаю подлупа я увидела эти два волоска на одной на второй вообще нет ничего вот ну как бы смотрите сами просто вдруг кто-то там до задумывался сомневался просто имейте ввиду что самое главное самое важное это выбрать хорошего мастера которая не спешит вот это все там по-быстрому а вот пристально детально это делает каждый прорабатывает там этот сантиметр до этим диодом и чтобы был хороший этот самый же вот диод вот уголе вообще шикардос просто я не знаю я вам показывала в каком-то видео но покажу еще раз и оставлю на нее ссылку потому что у нас вот мне прямо например зашла я делала до этого в другом салоне александритовым лазером и мне вообще не зашло на руках кстати я тоже делала шепеляцию этим же вот диодом у галины вот так как бы так показать на руках вообще еще даже они там особо и не отросли вот за три недели там что то есть вот кое-где вот видно да там две-три штуки за три недели я ничего не делала не эпилировала не брила не чего я просто люблю когда у меня везде гладкая поверхность это дело сугубо лично каждого дал кто-то не вообще это не замечают органику на руках но она мне не густая но все равно я не люблю вот мы не люблю мне так больше нравится поэтому я не призываю вас поступать также это дело как бы лично каждого не нравится то что они короткие тоже мне очень нравится пылесос мой старый верный друг кстати это занусь ему 11 лет вот этот пылесос меня вообще вот прям радует уже 11 лет вообще у меня ни разу не подводил вот контейнерный но блин я его даже покупала еще по акции все годы я даже не помню тысячи за три или четыре он не вышел в общем я сейчас собираю стирку и вот эту парку достала она двухсторонняя может вы меня ее видели скорее всего видели и надевала уже не раз она двухсторонняя с одной стороны это вот такой как бы да прям парка цвета хаки а с другой стороны переворачиваешь она двухсторонняя вы покупала в кропе это вот прям пуховик такой оранжевого цвета в общем я посмотрела с прошлого года есть кое-какие на карманах потертости уже и я хочу ее постирать я конечно не знаю я ее стирала или нет вот но я надеюсь что стирала вот и и тут вроде как это можно на 30 градусах стирать машинные стирки да ну вот сейчас попробую постираю потому что она какая-то прям затертенькая вот тут еще какие-то пятнышки есть вот собрала корзину полную тоже там у меня и плед я поменяла наделал на на дело заслала застелила постель уже серым теплым пледом он не такой зимний более пушистый его очень люблю а белый я хочу постирать ну не все полотенца кухонные тоже вот этот плед нашла тоже надо постирать вот и короче еще так это мелочи кое-что так я закончилась с уборкой решила сделать легкий перекус у меня будет яичница просто яичница а после я буду уже готовить что-то более существенное так ну все я закончила доме чисто еда на плите стирка сохнет чистота и уют можно смело заканчивать этот влог и буду его монтировать для вас на завтра да кстати тот комментатор куда-то сам делся или его забанил youtube или он сам удалил свой комментарий поэтому я не знаю даже хотел оставить это или вырезать вот свой гневный да вот отзыв поводу того высказывания я даже не знаю чем закончилась эта история потому что я один день не заходила не смотрела комментарии девочки себя не показываю потому что я сегодня немножко делала кое-какие процедуры для лица и у меня она немножко тут с покраснениями поэтому я не хочу вам себя показывать не хочу вас пугать вот прощаюсь на этой ноте ближайшем блоге встретимся надеюсь не буду надолго вас покидать всем хорошего настроения до новых встреч пока пока